Всем привет! В этом видео хочу показать вам свой уход на март, на первый весенний месяц. Ура-ура! Скоро лето! Так, давайте приступим. Начнем с ухода за волосами. В марте я продолжу пользоваться парой от компании Lastin, шампунь, кондиционер. Я вам про эти средства уже рассказывала не один раз. Давно я ими пользуюсь, судя по отметкам. А расход? Ну, такой, ну, стандартный. Использую через раз я эти средства, чередую с другим шампунем. Мне нравится. Если бы использовала на регулярной основе через день, ну, конечно, эти средства у меня, ну, не закончились бы, может быть, но уже к концу подходили. А так придется еще пользоваться. Но мне эти средства нравятся. Они приятны по аромату и по действию. Чередую я эту линейку с шампунем от марки Cloran. Вот, полбутылочки у меня ушло за месяц. Думаю, что в марте закончится у меня этот шампунь. Он приятный, достаточно жидкий, но при этом хорошо пенится, прекрасно очищает волосы. Приятно, так относительно приятно пахнет. Хороший, классный. Если бы пользовалась только им, уже добила бы эти 100 мл. Ну, а так еще целый месяц будет меня этот шампунь радовать. С этим шампунем я использую, чередуя, две маски. Первая маска с красным перцем. Взяла уже новую упаковку, хотя в предыдущие еще разу так, наверное, на два. Ну, решила сразу новую вам показать. Очень хорошая маска. В пустых баночках о ней рассказывала. Приятная. Средний расход. Действительно, эффект есть разогревающий, причем довольно сильный. Хорошая маска и волосы после нее мягкие, рассыпчатые, очень красивые. Что касается вот этой маски, она у меня от компании Creightons. Когда-то у меня была вся линейка. Вот, последняя маска задержалась еще в старом оформлении. Хорошая маска, прекрасно распределяется по волосам. Волосы не утяжеляет. Волосы хорошо выглядят после нее, прекрасно расчесываются, не пушатся. Достойная маска. Здесь 150 мл. Я с ней не мелочусь, но можно ее немножечко и экономить. Не обязательно в большом количестве наносить. Держу минут 5-10. Никаких проблем. Волосы быстрее не пачкаются. Тоже относительно приятный аромат у этой маски. Хорошая. Но не сильно зацепила. Больше я, наверное, ничего от Creightons покупать не буду. Для укрепления роста волос я использую средства интенсивного действия от корейской компании Dying Jimeo Rim. Несколько недели? Две с половиной я использую это средство. И какой-то у него довольно большой расход. Столько закончилось. В этот раз средство больше похоже на воду, чем все предыдущие разы, когда оно у меня было большой расход. Я удивлена. Ну, что поделать. Видимо, мне просто повезло. Стоит это средство баснословно дорого, но мне оно все-таки нравится. Охлаждающий эффект на лето просто супер. Приятное средство. Наношу после мытья волос на влажную кожу головы. Массирую. Потом танглтизером такой тоже массаж провожу. И мне кажется, что это средство работает. Хотя бы за счет термоэффекта. В марте я беру новый скраб для волос. Вот такой от компании Натура Сиберика. Относительно недавно показывала его вам в покупках. И Ирина Бибибрейн написала, что скраб этот похож на мед. Он какой-то липкий, не очень приятный. Пользоваться им неудобно. Я подумала, зачем тогда я буду держать его у себя в запасах. Лучше поскорее с ним разделаюсь и возьму что-нибудь более приличное. Давайте посмотрим текстуру. Ну да, вот видите, все такое липкое. Тянется. Пахнет. Пахнет довольно приятно. Какие-то частички. Тут можно рассмотреть, что здесь сапропель. Термальная камчатская глина. Объем небольшой, но как быстро это средство закончится неизвестно. Все будет зависеть от его расхода. Так какая-то частичка этого скраба ко мне прилипла. Никак не хочет отваливаться. Ну посмотрим, попробуем. Скрабом я пользуюсь один раз в неделю. Потом наношу вот эту маску. Вместе они работают очень даже неплохо. Для облегчения расчесывания волос я взяла новый спрей. Теперь пользуюсь Глискур. Экспресс-кондиционер безупречно длинный. Длинный, не длинный, для меня не важно. Я просто люблю Глискуры. Вот то, что здесь отсутствует. Это я не использовала. Просто перелила в маленькую баночку с хорошим распылителем. Такая банка в ванной, в шкафчике не помещается у меня. Поэтому переливаю. Хороший экспресс-кондиционер. Мне он нравится. Действительно прекрасно распутывает волосы. Они у меня сейчас сантиметров на... Ну, грубо говоря, на 10 длиннее плеч. Были бы длиннее, но я 5 сантиметров уже отрезала еще месяца два назад. Да, как-то я погорячилась, отращивая волосы. Поняла, что это не самая интересная затея. Не настолько они у меня густые, чтобы какая-то приличная была коса. Так что буду подстригаться. Но пока волосы длинные, это средство прекрасно с ними работает. На коротких волосах тем более сработает без всяких проблем. Приятный аромат, да, у этого средства. Чем длиннее волосы, тем более проблемны их кончики. Они могут сечься, они истончаются, как-то не очень хорошо себя чувствуют. Не всякая маска в состоянии напитать кончики волос. Шампуни зачастую их сушат. Чтобы мои кончики волос хорошо себя чувствовали, я после мытья на влажные волосы наношу вот такое бьюти-молочко тоже от марки Glisskur. Мне это молочко понравилось. То есть у него очень приятный аромат. Оно волосы не пачкает, никаких проблем, хорошо разносится. Аромат на волосах не остается. Текстура приятная, расход невелик. Вот такой расход за один месяц. Мне это молочко понравилось. Я не жалею, что я его приобрела. Ежедневно по вечерам я наношу на волосы масла. У меня они вот такие вот. Одно большое, 145 мл. Второе маленькое, всего лишь 18 мл. По цене и то и другое довольно дорогие. Это стоит больше 700 рублей. Это стоит в районе 200, но за маленький вот такой объем. Если бы объем этого масла был примерно такой же, то оно стоило бы очень-очень дорого. Причем я не могу сказать, что эти масла работают лучше более бюджетных масел от Гарнье или же от Лореал Эльсеф. Абсолютно то же самое. Те же силиконы на первых местах. Те же не самые замечательные масла, не самые дорогие. Чуть ниже силиконов стоят. Смысл переплачивать непонятно. Просто ради интереса приобрела. Расход у этого масла поменьше, чем в прошлом месяце, потому что вот этим я начала пользоваться. Волосы не утяжеляют, все с ними хорошо. Но за что я заплатила такие огромные деньги, мне не совсем понятно. Что касается этого масла, его было под завязку налито. Сейчас его сколько? Вот столько. Расход маленький. Приятнейший аромат. Очень сладкий. Каких-то очень сладких конфет с кокосом. Что-то такое непонятное. Не очень удобная упаковка. Я все время боюсь ее уронить. Случайно махну рукой, и все масло окажется на столике. Наливаю в ладошку. Небольшое количество. Дозировать неудобно, но вполне реально приноровиться. Интересно попробовать, но бегать за этим маслом я точно больше не буду. Сухие шампуни у меня те же, что и в прошлом месяце. Невея, Батист. Я им пользовалась в феврале где-то раза по три каждым. Невея, как и в прошлый раз, оставляет белый налет, который прекрасно удаляется сухим полотенцем. Дает хороший объем. Нареканий у меня к этому сухому шампуню нет. Так же, как и к Батисту. Приятный аромат, который недолго держится на волосах. Отличное действие. И на следующий день после использования волосы выглядят чистыми и объемными. Очень люблю Батист. Не всем нравятся Батисты. Кто-то считает, что это глупость. Такие огромные деньги за этот сухой шампунь платить. Проще купить что-то подешевле. Но каждый выбирает для себя сам. Волосы-то у нас у всех разные. Ждем от сухого шампуня разного. Я люблю как Батисты, так и сухие шампуни масс-маркет. С волосами закончили. Переходим к уходу за телом. Наконец-то в моем уходе появятся новые гели для душа. На три месяца я взяла три геля для душа. Первый гель от компании Фаберлик. Линейка Ля Крем. Мицеллярный с Алоэ Вера. Очень приятный аромат у этого геля. Он, кстати, кремовый. Пахнет чем-то свежим, таким травянистым. Приятным, одним словом. Надеюсь, мне он понравится и во время использования. Второй гель для душа у меня от компании Рексона. Называется он Тропическая свежесть. Покупала когда-то в фикс-прайсе. Симпатичное оформление, удобная упаковка. А гель этот, по-моему, тоже кремовый. У него очень интересная система дозирования. Посмотрите. Просто так лишнего вы оттуда не выдавите. Но и аромат послушать тоже сложно. Пахнет приятно. Спецэффекты. Пахнет приятно. Чем-то цветочным, чем-то тоже свежим. Надеюсь, мне понравится. Ну и последний гель для душа у меня от компании Арифлейм. Вот такой красивый. Посмотрите. С блёсточками, переливающийся. Это какая-то там аура с экстрактом аметиста. Симпатично выглядит. Пахнет. Пахнет приятно, но глядя на внешний вид этого геля, хочется чего-то волшебного. А в аромате просто что-то сладенькое такое, цветочное. Ничего завораживающего, по крайней мере, из упаковки я не чувствую. Но посмотрим, как это средство раскроется в душе. Для интимной гигиены я продолжаю использовать гель от компании Эко Крафт, который называется Аромат Дождя. Давайте посмотрим на его расход. Вот столько было. Вот столько использовано. Я скажу честно, немножко это средство экономлю. Всё-таки оно стоит очень дорого. Конечно, если бы я нажимала на помпу не один раз, такой даже три четверти, а два раза, он у меня почти бы уже закончился. Но хочется подольше понаслаждаться этим приятнейшим ароматом. Как будто бы я на лугу зелёным, там трава, и прошёл дождь, и всё это потрясающе пахнет. В общем, классный гель для интимной гигиены. И по качеству он тоже очень-очень хороший. Скрабы. Для нижней части тела, то есть для ног от коленей до ступней, я беру свой любимый скраб от компании Чистая Линия. Массажный эффект с абрикосовыми косточками. Кремовая текстура, большое количество скрабинок. Скраб довольно-таки жёсткий, отлично работает, приятно пахнет. Из недостатков в отвратительная упаковка, до конца его не разрезая банку, добыть невозможно. Достала, буду с удовольствием пользоваться. В запасах нет ни одной банки, нужно срочно, срочно покупать этот скраб. Он классный. Для верхней части тела я продолжу пользоваться скрабом суфле от 100 рецептов красоты. Я люблю вкусняшки. Потрясающий аромат, потрясающая текстура, кремовая. Много мелких скрабинок, которые очень хорошо работают. Не такой этот скраб жёсткий, как предыдущий, но не баловство. Обожаю этот скраб, он классный. Тоже в запасе нет ни одной банки. Надо покупать. Также я решила взять ещё два скраба, чтобы было веселее. Хочется мне очень попробовать скраб от компании Кафе Мими. Кокос и папайя. Этот скраб хвалила Ирина Фо Юлия. Я его приобрела. Вот решила воспользоваться. Приоткрыла я эту плёнку. Вот так выглядит скраб. Он на основе тростникового сахара. Очень интересно пахнет. И кокос, и что-то цитрусовое, что ли. Может, это папайя, я не знаю. Но запах, конечно, шикарный. Вот такой вот этот скраб. Наверное, он не очень жёсткий. Ну-то посмотрим. Аромат шикарный. Баночка невелика. Здесь всего лишь 110, что ли, миллилитров. Где эта информация-то хоть находится? 120-120 граммов здесь. Но всё равно мало. Мало. Раза на 4, ну максимум на 5. Мне такой банки хватит. Но продаётся в подружке. Стоит относительно недорого. Всегда можно покупку, в общем-то, повторить. Не проблема. Также я хочу взять скраб от компании Parly. Из магазина FixPrice. Скраб в желе. Вот такой. В прозрачной баночке. Разглаживающей. Я уже открывала эту банку. Здесь такая заглушка пластиковая. Не хочет она открываться. Да иди сюда, милая. Что я могу сказать? Скраб выглядит вот так. Действительно скраб в желе. Частички натуральные, это абрикосовые косточки. Но мне кажется, их здесь как-то не очень много. Да, интересно, будет ли этот скраб работать. Но аромат, конечно, да. Очень сильно на любителя. Хотя нам обещают, что нам обещают? Окутать нас ароматом сладких ягод. Какие-то подбродившие ягоды здесь, видимо, использованы были. Ну да посмотрим. Может быть, я зря на этот скраб наговариваю. Может, он окажется очень даже хорошим. Далее покажу вам кремы для тела. Все еще не закончилось у меня тающее молочко от компании Гарнье. Здесь вот столько его осталось. Посмотрите, какой расход был в январе, да, и какой маленький в феврале. Дело в том, что в феврале пришли морозы к нам опять, и это средство не справилось с сухостью кожи у меня на ногах. Пришлось брать средство еще одно, на которое я возлагала больше надежд, но оно, к сожалению, тоже мои надежды не оправдало. Это молочко хорошо для не очень сухой кожи, когда на улице не очень холодно. По крайней мере, с сухостью моей кожи оно не справляется, когда температура ниже нуля опускается. Это грустно. По текстуре, по аромату мне это молочко нравится. Что касается более тяжелой артиллерии, я думала, что вот этот крем для лица и тела от компании Avon для восстановления кожи с маслом кокоса будет интенсивнее и лучше питать мою кожу. Но, к сожалению, нет, не произошло этого. Да, он чуть помощнее, чем вот это молочко, но недостаточно было, все равно питание. Где-то пол баночки я использовала. Приятный аромат, такая очень странная текстура. Он густой, этот крем, не очень хорошо распределяется по коже, но вроде бы не скатывается. Это меня порадовало. Ждала я большего увлажнения, конечно. Может, для лица подошел бы этот крем для сухой кожи, но для тела слабоват. Крем для рук от плеча и до запястья у меня остается тот же, что был в прошлом месяце. Это крем от кафе Мими Ягода Рождество. Я думала, баночка улетит за месяц. Нет, не улетела. Здесь еще где-то треть упаковки. Оказался этот крем довольно-таки густым и много его не нужно, иначе он будет долго впитываться. Аромат из упаковки интересный, но на коже трансформируется, становится странным. Я не знаю, чем пахнет, но это явно не какие-то там ягоды. Непонятно, что. Что-то странное. Но я привыкла, приноровилась. Хорошо кожу увлажняет. Маленький расход. Вот, в целом, неплохой крем. А также я решила взять еще один. Этот у меня к середине месяца, скорее всего, закончится. У меня в запасах стоял радужный крем-десерт для рук и тела от компании Wilson Group из магазина FixPrice с единорожкой. Похожий крем у меня был, не сильно меня впечатлил. Я подумала, зачем держать похожий крем в своих запасах. Я не знаю, может быть, он будет работать лучше, то есть не будет скатываться на коже. Но об этом я пока что не знаю. По аромату, что он собой представляет, непонятно, что. Честно. Странно. Вроде бы он чем-то пахнет, но чем, я не пойму. Вроде бы что-то сладкое. Сладкое, но непонятное. Нужно в большем количестве его на кожу нанести, тогда, наверное, я все-таки пойму, чем он пахнет. Надеюсь, не будет скатываться. Надеюсь, будет увлажнять. Больше мне, в общем-то, рассчитывать не на что. Спрей для тела у меня тот же, что я вам уже показывала в прошлый раз. Это спрей от Avon, пленительная ежевика и ваниль. Он уже должен был пойти у меня в использование, но предыдущий спрей от Avon почему-то подзадержался и закончился буквально пару дней назад. Так что этот я только начала использовать, и на месяц мне его должно хватить. Что касается антиперспиранта, я беру новый, вот такой, от компании Avon. Это линейка On Duty. Именно этот антиперспирант без запаха. Действительно не пахнет. Я уже один раз им воспользовалась. Защита вроде бы неплохая. Про белые следы ничего не скажу. Не так долго я им пользовалась. Вот, буду тестировать в марте, и потом уже расскажу, что он собой представляет. Маленький какой объем, 75 мл. Охватить должно на такой же срок, как и стандартных антиперспирантов 150 мл. Ну вот, проверю, так это или нет. Переходим к уходу за полостью рта. Здесь у меня почти все новое. Пришло время поменять зубную щетку. Я беру вот такую, корейскую. Ранее я такими не пользовалась. Не знаю, хорошо она будет зубы чистить или не очень. Будет ли она как-то воздействовать на десна негативно. Она кажется мягкая у меня. Да. Мягкая. Попробуем. Зубная паста и ополаскиватель для утреннего использования у меня вот такие вот. Это лесной бальзам. Это я давно уже эту парочку приобрела, но вот использовать буду только сейчас. Ну, начну, точнее, в марте использовать. Это линейка Organic Oils. Очень интересная линейка, приятное оформление. Зубная паста, минеральное укрепление. Укрепляет эмаль, защита зубов от чувствительности и сохранение белизны. Какие-то вкрапления есть в этой зубной пасте, черненькие. Это, я так понимаю, уголь. Я не знаю, можно такой пастой пользоваться на регулярной основе. Не повысит ли она чувствительность зубов, вопреки своим обещаниям. Ну, да посмотрим. Что касается ополаскивателя, посмотрите, какой он интересный, двухфазный. Ну, я думаю, вы уже видели такие ополаскиватели. Я вот никогда ранее подобными не пользовалась. Удобно ли это, мне неизвестно. Нужно встряхнуть, а потом быстро-быстро куда-то перелить. Фазы расходятся, посмотрите, практически моментально. Не знаю, мне кажется, какая-то странная задумка. Но купила, потому что что-то новое, что-то интересное. Двухфазный ополаскиватель, минеральное укрепление. Посмотрим. Давайте хоть понюхаем, как он пахнет. Сладкой мятой. Приятно. Для вечернего использования я беру новую зубную пасту. Вот, надоела мне паста от Фаберлик плюс 200%. Она очень хорошая. Но от всего хорошего и тоже быстро устаешь. Хочу чего-то нового. Выбрала пасту Фтородент Total. Так, если я правильно понимаю, она с Фтором. Но я могу ошибаться. Хотя, какая ошибка? Она называется Фтородент. Так, Триклозан тут есть. Фторкальцевый комплекс. Удаляет зубной налет. Она у меня запечатана. Давайте распечатаем. Быстренько, если получится. Фу, не хочет. Не хочет. Она распечатывается. Ладно. Она белая. Мятная. Обычная мятная паста. Ничего интересного. Я-то думала, будет что-то оригинальное в этой пасте. Нет. Ну, посмотрим, как она зубы чистит. Ну, а ополаскиватель у меня, естественно, листерин. Ну, что тут скажешь. Люблю я листерин. Ничего лучше него для меня нет. И от него, в отличие от пасты плюс 200%, я еще не устала. Переходим к уходу за лицом. Корейский мой BB-крем закончился. А вот гидрофильная сыворотка от Biore еще не закончилась. Новый азиатский BB-крем я приобретать не стану. Хранить это средство, как-то над ним трястись я не собираюсь. Буду использовать теперь я эту сыворотку от Biore для удаления моего простецкого макияжа, состоящего из тонального крема и пудры. Это, конечно, нерационально. Средство-то не бюджетное. Ну, что поделать. Ради этой сыворотки приобретать еще один азиатский BB-крем я точно не буду. Для доочищения кожи буквально неделю назад я взяла в уход пенку от компании Opium. Лимитированная версия. Хорошая пенка, удобный дозатор. Все прекрасно выдавливается уже в готовом виде. Эта пенка потрясающе хорошо очищает кожу. Она очень мягкая, такая муссовая. Кожу она, естественно, стягивает после того, как я ее смываю. Из недостатков очень плохо она смывается мягкой водой. Тяжело, долго кожа потом не очень хорошо себя чувствует. Но удаляет все просто на ура. Также где-то два раза в неделю я доочищаю кожу с помощью обновляющей пилинг-пудры от компании Natura Siberica. Март это последний месяц, когда я буду этой энзимной пудрой пользоваться. Распенивается хорошо, но не до конца. Небольшие частички все-таки остаются какие-то вкрапления. И вот именно они работают как скраб. По утрам и по вечерам я решила умываться одним и тем же средством. Да, иногда на меня находят, и я беру два разных средства. Но в этот раз как-то вот захотелось одно. Раньше я это средство собиралась использовать только по утрам. Так его, в общем-то, и использовала. Сколько у меня здесь его? Вот столько использовала. Теперь и по вечерам буду умываться, когда я не накрашенная. Мне этот дерматологический мягкий гель для жирной комбинированной кожи не понравился. Он кожу все-таки стягивает. Когда-то у меня был гель от компании Шунгит. Никаких проблем с кожей. Все было замечательно. А здесь стянутость. И я была, честно говоря, удивлена. Может, поэтому я и хочу побыстрее от этого геля избавиться. Использую его два раза в день. Вместо скраба я продолжаю пользоваться гель-скрабом от чистой линии. Идеальная кожа. Расход небольшой был у меня в феврале. В марте он будет больше. Потому что в марте у меня уже не будет кислот. А ровный рельеф кожи поддерживать придется с помощью подобного средства. Буду пользоваться им два раза в неделю. Я так полагаю, расход будет побольше. Неплохое средство. Можно вместо утреннего вот этого вот геля использовать. Можно в любое другое время. Отличное. И как скраб, и как умывалка. Вместо трехсекундного корейского стартера у меня все тот же тонер от компании Новосвит. Расход примерно одинаковый. Каждый месяц идет. Такой банки хватает на полгода. Неплохое средство. Действительно разглаживает кожу. Она такая мягкая, гладкая, очень приятная. Мне этот тонер понравился. У него приятный аромат. Но с ним главное не переборщить. Иначе он будет долго впитываться. И липкость на коже останется. Тоник для лица у меня все тот же. Шунгит антиоксидантный. С камушком шунгита внутри. Расход был небольшой. Потому что я этим тоником пользовалась только по утрам. А по вечерам использовала пилинг диски с кислотами. Поскольку таких дисков у меня больше нет в уходе. Этот тоник разойдется побыстрее. Потому что и утром и вечером будет использоваться. По факту просто водичка. Он не мягкий. Он не деликатный. После высыхания кожу стягивает. Ну в целом нормальный. Далее покажу вам гидролат. У меня он новый. В марте начинаю я пользоваться гидролатом пижмы. Этот гидролат от компании Аромавятка. Специально создан для проблемной жирной кожи. Вот. Можно посмотреть. Если вы вдруг что-то увидите. Используется в качестве лечебного компонента. Который ускоряет заживление. Снимает воспаление. И дезинфицирует кожу. Прикольно. Идеально подходит тем, кто страдает от акне. От высыпания. От прочих проблем. Ну у меня иногда что-то на лице появляется. Надеюсь этот тоник с этим справится. Уменьшает жирность кожи. Я на это надеюсь. Про очищение. Я думаю это все вранье. Уменьшает появление веснушек. Рассасывает синяки. Это я вряд ли проверю как-то. А также можно на кожу головы наносить. Он лечит сиборею. Укрепляет. Улучшает рост локонов. Я для лица буду использовать аромат. Я уже протестировала. Ой. Ну какая же гадость. Честно. Гидролаты. Мне кажется вообще никогда не пахнут приятно. Они всегда пахнут противно. Термальная вода у меня все та же остается. Это либродерма. Освежает. Увлажняет. Очень хорошая. Относительно недорогая. Хотя в таком оформлении я думаю ее уже редко где можно встретить. Мне эта термальная вода нравится. Я ее наношу под тканевые маски. В марте я продолжу пользоваться омолаживающей сывороткой с пептидами от компании Новосвит. Вообще она у меня почти должна была закончиться в феврале. Но вы видите, что расход был маленький. Дело в том, что блуждая по просторам интернета, я наткнулась на информацию о том, что кислоты нейтрализуют пептиды. Что они не дружат. Вообще, вы знаете, дружба и вражда некоторых косметических компонентов это все очень странно. Где-то пишут, что кислоты, например, и ретинол дружат. Где-то пишут, что не дружат. Где-то можно использовать, по мнению авторов определенной статьи, витамин А и витамин С вместе. Где-то пишут, что нет, ни за что, не делайте так. Эти компоненты друг друга нейтрализуют. Для того, чтобы разобраться, что с чем можно использовать, а что нельзя, нужно быть, не знаю, может быть косметологом, может химиком, может технологом, может врачом, медиком. Не знаю. Поэтому простому человеку в этом хитросплетении разобраться крайне-крайне сложно. Но я для себя решила, если несколько раз в разных источниках я натыкаюсь на информацию, что два каких-то компонента не дружат, я их вместе использовать не буду. Если бы эту сыворотку с пептидами нужно было использовать утром, я бы ее уже давно добила. Утром сыворотка, вечером пилинг-педы, никаких проблем. Но эта сыворотка для вечернего использования и кислоты по вечерам используются. Не буду я их вместе смешивать. В марте все с кислотами, я попрощалась, эту сыворотку достану и, естественно, доиспользую по вечерам. Вот по утрам я буду пользоваться сывороткой от компании Черный Жемчуг. Это сыворотка из линейки Y-Zone, самоомоложение, кажется, 46+. Симпатичная упаковочка, 30 мл. Сыворотка этой я уже пару раз пользовалась. У нее приятная текстура, приятный аромат, она хорошо разносится по коже. Но я не могу сказать, что она кожу как-то сильно увлажняет. Ну, я так понимаю, ее главная цель это омолодить мою кожу. Вовсе не увлажнить, уж тем более не напитать. Крем, который я буду использовать вместе с этими двумя сыворотками у меня тоже от компании Черный Жемчуг, тоже из линейки самоомоложение, 46+. Потрясающий аромат у этого крема. Не то сирене, не то орхидея, что-то очень интересное. Кстати, аромат довольно долго на коже держится. Приятный цвет сиреневый, приятная текстура, приятный крем. Когда-то я такой использовала только для шеи зоны декольте. Сейчас спокойно наношу на лицо. Ни высыпаний, ни проблем, все отлично. Классный крем. На лице не блестит, поры не закупоривает, макияж на него хорошо ложится. Супер, я довольна. Что касается кремов для шеи и области декольте, то они у меня те же, что я вам показывала в прошлый раз. Это кремы от компании Твинстек из Фикс Прайса. Дневной крем, ночной крем. У дневного крема очень приятный аромат, какой-то ягодный что ли. Текстура полегче, чем у ночного. Он лучше впитывается и не такой маслянистый. Но мне он понравился. У него, кстати, расход не очень большой. Что касается ночного крема, я неоднократно таким пользовалась. Он потрясающий. Я им довольна. Никаких нареканий. К этому крему я добавляю масло виноградной косточки. У меня оно сейчас вот такое. Мир арома. На сайте аптека.ру покупала. Здесь нет дозатора такого удобного, как раньше. Помните, я вам масло показывала. Здесь такая вот заглушка. Если я буду ее доставать, я это масло просто однажды пролью. Поэтому я наделала в этой заглушке отверстие. И по чуть-чуть, по чуть-чуть, по капле масло это оттуда вытекает. Очень неохотно. Долго ждать приходится. Но зато расход маленький. Масла в чистом виде на кожу наносить нельзя. Только в компании с каким-то кремом. Тогда будет эффект. Если в чистом виде наносить, можно вообще кожу пересушить. Представляете? Далее покажу вам маски для лица. И здесь ничего нового у меня нет. Буквально один раз использовала я маску очищающую от ифраше. Глиняную. Как-то не впечатлила она меня в этот раз. Мне казалось, что она лучше работает. Лучше стягивает поры. Лучше осветляет темные точки. В этот раз что-то все было такое средненькое. Но, может, она еще раз кочегарится. Я на это надеюсь. Попробовала я маску лифтинг от компании Новосвит. Обычная глиняная маска. Никакого лифтинга я не обнаружила. Пользоваться ей нужно два раза в неделю. Ну, я где-то один раз в неделю использовала. Вообще раза два или три всего лишь. У нее приятный цвет. Она не схватывается каркасом. Хорошо стягивает поры. Осветляет темные точки. О каком лифтинге и упругости говорит производитель, мне не совсем понятно. Обычная классическая маска. Ничего сверх особенного. Также я несколько раз пользовалась маской для лица от чистой линии. Она черная. Все вокруг пачкает. Я ее использовала в душе. Наносила тонким слоем. Можно потолще, но я не вижу смысла. И тонким слоем она хорошо распределяется. Сужает поры. Немного подсушивает кожу. Приятно пахнет. Мыть, конечно, приходится после нее всю ванную. Нужно обязательно, как следует, ее удалять с кожи. Если вдруг хотя бы капелька этой маски останется где-нибудь в районе роста волос. Полотенце испачкается. И отстирать его уже никогда не получится. Проверено на горьком опыте. Хорошая маска. Приятно пахнет. Кожу тонизирует, кстати, очень хорошо. Теперь давайте перейдем к уходу за глазами и губами. Все еще никак не могу я разделаться с черными патчами от компании Farmstay. Я не очень часто ими сейчас пользуюсь. Поэтому у меня здесь, наверное, еще полбанки. Очень много пропитки. Здесь очень много. Попадает пропитка под патч. Патч сползает. Все капает. Все вокруг пачкается от этой пропитки. Но патчи неплохие. Хорошо увлажняют кожу. Мне в целом они нравятся. Хочется уже чего-то нового. А они все стоят и стоят. Ну, это мой косяк, естественно. Также я продолжаю пользоваться жидкими патчами для коррекции мимических морщей от компании Faberlic. Я их использую как сыворотку под крем. Немножко осталось. Но все равно месяца на два хватит. Красивые светоотражалки, конечно, в этом средстве. Визуально, конечно, темные круги светлеют. Но по факту ничего не происходит. Бестолковая вещь. Может кому-то понравится, но скорее для более молодых девочек эта вещь, нежели для тех, кому за 30. Кремы для глаз у меня все те же. Надоевшие мне, конечно, уже. Вот этот крем в марте я последний раз использую. Все, в апреле не хочу его видеть. Уже почти год. Почти год у меня эта упаковка открыта. И здесь еще этого крема достаточно месяца на три. Но все, я устала. Когда было очень холодно на улице, этот крем, конечно, кожу подпитывал. Но не скажу, что кожа под глазами как-то очень хорошо выглядела. Все-таки было заметно, что она такая изможденная, от холода пострадавшая. Опять же, для молодых девочек крем может на весну, на осень, на зиму. Особенно на морозы слабоват оказался. Что касается этого крема, для зрелой кожи ничего не для зрелой кожи. Он для молодых девчонок. Я им пользуюсь уже достаточно долго. Он хоть как-то должен был сработать на моих глазах. Хуже, конечно, кожа под глазами у меня не стала. Но и лучше тоже. Обычный базовый крем. Средства для ресниц и бровей у меня все те же. Для бровей Фаберлик Эксперт. Хорошая сыворотка с жесткой щеточкой. Прекрасный массаж получается. Но тут я накосячила, взяла пинцет и вовремя не смогла остановиться. Теперь надо снова отращивать то, что было еще пару месяцев назад. Но эта сыворотка отращивает брови. Но не так быстро, как того бы хотелось. Сыворотка от Эльмы для ресниц работает очень быстро, очень хорошо. Ресницы красивые. Ресницы действительно удлиняются. Отличная. На сайте аптека.ру стоит 550-600 рублей. Мне кажется, очень недорого. Тем более, что такой упаковки хватает надолго. Хотя здесь всего лишь 4 мл. Несколько месяцев пользуйтесь и видите эффект. Классно. Для губ я наконец-то беру новый бальзам. Вот такой от марки О'Кай с вишней. Я им буду пользоваться днем. У него есть аромат вишни, но слабый. На губы он наносится хорошо. Вроде бы такой и на холодное время года, и на весну тоже подойдет. Но я им пока что не пользовалась. Надо подольше попользоваться, тогда уже давать какой-то более подробный отзыв. А по вечерам я продолжу пользоваться Кармаксом. Своим любимым. Очень хороший. Использую несколько раз в неделю. Восстанавливает губы. Сейчас это очень актуально, потому что губы сохнут из-за сухого воздуха в квартире. И на улице холодно. Они тоже страдают. Кармакс меня выручает. С лицом закончили. Переходим к уходу за руками. Продолжу я пользоваться в марте скрабом для рук. Тонкая шлифовка от Фаберлик. Очень хороший скраб. Я его использую в среднем где-то один раз в неделю после маникюра. Иногда просто так хочется его использовать. Очень приятный, с приятным ароматом классный скраб. Кремы для рук для новой использования у меня те же самые, что и в прошлом месяце. Все никак не могу добить. Хотя здесь совсем чуть-чуть, но все, они у меня не заканчиваются. Это крем от чистой линии идеальной кожи и крем от Эвелина с кокосом. Очень хороший, очень приятный. Когда был совсем сухой воздух в квартире, они не очень справлялись. Сейчас полегче. Сейчас увлажнений хватает на больший срок. Но они в любом случае работают до первого мытья рук. Но ароматы у них потрясающие оформления, очень милые. На ночь я все так же продолжу пользоваться кремами от Эйвон и от Бархатных ручек. Этот крем быстрее впитывается, хорошо увлажняет руки. Приятно, но не очень ярко пахнет, не скатывается. Мне нравится, расход у него небольшой. Что касается вот этого крема, он тугой, он очень маслянистый. Я с ним все время перебарщиваю, его нужно совсем чуть-чуть, а я беру, ну сколько берется. Неудобная упаковка, конечно. Он хорошо кожу восстанавливает, приятно пахнет, но впитывается очень долго. Неудобно, просто им неудобно пользоваться, но для сухой кожи он действительно прекрасно подходит. Теперь давайте посмотрим на мой уход за ногами. Скрабы у меня остаются все те же самые. Жесткий скраб от Эйвон из линейки Фудворкс, отличный, у него очень маленький расход. Скраб полегче от компании Фаберлик из линейки Проноги, тоже очень хороший, но больше его не приобрести. И третий скраб, самый слабенький, это скраб с алоэ, опять же, от Эйвон, мятой алоэ. Приятный аромат, хорошая профилактика. Кремы для ног я беру новые. Первый крем у меня от компании Sea of Spa, он с алоэ и авокадо. Хороший базовый крем, прекрасно смягчает кожу, увлажняет ее, но не борется ни с мозолями, ни с натоптышами. Приятный аромат, невысокая стоимость. Он не скатывается, довольно быстро впитывается. У меня много таких кремов, я его люблю, хороший. Также я хочу взять крем из магазина FixPrice, гидропилинг от компании Зеленая Дубрава, домашний педикюр. Хочу попробовать. Также он хорош, как крем от Зеленой Дубравы, аквапилинг или же нет. Буду тестировать, здесь объем 45 мл ежедневно, по вечерам буду наносить в течение недели и посмотрю, какой будет эффект. Также в марте я планирую использовать отшелушивающие носочки от компании Skinlight, но я их на днях заказала, они мне еще не пришли. Они придут только в начале месяца, я их использую, естественно, в пустых баночках уже вам про них расскажу. Носочки от Skinlight из всех, что я пробовала, работают лучше. Хочется перед весной как следует обновить кожу на ногах, ну а потом уже заниматься поддерживающей, скажем так, терапией. Вот такой уход ждет меня в марте. Да, опять полным-полно всего. Надеюсь, это видео было для вас интересным, может быть даже полезным. Спасибо за то, что вы его посмотрели. Всем пока!